Праздничные мероприятия уже по сложившейся традиции прошли на площади у культурно-спортивного комплекса Назарьевский. День поселка совпал с великим православным праздником – Днем Святой Троицы. С престольным праздником у вас! С Днем поселка! Сегодня великолепная погода. И я надеюсь, и я верю, что настроение у вас такое же солнечное и теплое. Праздник начался с выступления детских творческих коллективов культурно-спортивного комплекса. Пока одни смотрели концертную программу, другие участвовали в интерактивных играх и забавах. Для детей также приготовили много развлечений. Они могли потрогать и подержать на руках животных из контактного зоопарка, сфотографироваться с ними, посоревноваться в метании ножей, сделать моментальный снимок в фотобудке, прокатиться на карусели, нарисовать аквагрим, принять участие в различных мастер-классах – и все это совершенно бесплатно. К началу официальной части праздника людей на площади становилось все больше. Среди них те, кого уже через несколько минут будут награждать на сцене. День рождения поселка глава сельского поселения Назаревская Марина Шибанова поздравила всех жителей с праздником, отметив, что с каждым годом Назарево становится все краше. Благоустраиваются скверы, дворовые территории, увеличивается количество парковочных мест. Этому способствует любовь и забота жителей о родном поселке. Мы по праву гордимся нашим Назарево, его славной историей и традициями, современными достижениями. Наш поселок – единственный и неповторимый, как любимый человек, как родной дом. Жители поселка – творцы истории и продолжатели славных традиций. В этот праздничный день Марина Шибанова наградила памятными подарками и грамотами самых активных жителей, которые вносят неоценимый вклад в развитие и процветание родного поселка. Это юбиляры семейной жизни, сотрудники учреждений и отличники учебы. В завершении официальной части состоялось долгожданное событие – торжественное открытие информационного издания сельского поселения «Назаревские вести». Газета будет распространяться бесплатно. В день поселка все жители получили по ее первому выпуску. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok